до неба слишком далеко а земля слишком велика чтобы ее измерить откуда же взялись числа автор сценария ким миран оператор джон джай хо музыка ли ма сионг режиссер ким хионг джан числа пять чисел которые изменили мир часть 1 число небес в ту эпоху когда люди думали что от окружает четыре угла земли некоторые полагали что от именно здесь на пике лета на этой красной горе температура поднимается до 80 градусов по цельсию танские и арабские торговцы пересекали эту безводную пустыню чтобы продать шелк и специи это самая западная граница китая место расположенная на краю земли на уйгорском языке астана означает место упокоения здесь заканчивается длинная дорога жизни аристократы ранней династии тан и чень на протяжении 500 лет использовали эту землю как кладбище это одна из раскопанных могил внутри археологи нашли бесценную картину но теперь эта картина находится в другой стране национальный музей корея изображение фуси и нюйвы 7 век китай это одно из редких произведений искусства которые японский монах вывез из турфана в начале 1910 года и японский миллионер использовал эту картину чтобы подкупить японское колониальное правительство в корее картина несколько раз переходила из рук в руки пока не оказалась в этом музее два человека одеты в одинаковую одежду их змеиные хвосты переплелись а руки и лежат на плечах друг друга фуси и нюйва боги которые по легенде сотворили мир у каждого из этих богов которые как говорят также сотворили солнце луну и звезды находятся какие-то предметы в руках фуси держит стальной квадрат подобие линейки в руки у нюйвы циркуль почему в руках у богов создателей линейка и циркуль это было более двух тысячелетий назад в то время когда все вся власть была в руках одного человека сегодня очень важный день для императора это последний месяц года самый холодный феодалы со всей страны собрались во внутреннем дворе императорского дворца они прибыли чтобы что-то получить от своего правителя император зовет себя сыном неба он дарует своим придворным календари иными словами он им дарует время сегодня мы живем в такую эпоху когда все страдают от нехватки времени но время не единственное что нас ограничивает у нас есть законы и они сразу дают о себе знать когда мы их нарушаем эти законы создали цивилизацию и все это начинается со временем шанхайская библиотека китай этот процесс описан в древнейшей в мире книге по астрономии чжоу би суань цзинь древнекитайский математика астрономический текст в книге есть изображение круга и квадрата это напоминание о квадрате и компасе в руках фуси и нюйвы финши профессор китайской академии социальных наук что такое законы без этих законов мы не могли бы создать квадрат или круг мы используем их чтобы рисовать круги и квадраты круг и квадрат символизирует небо и землю небо это круг а земля это квадрат в те времена когда не было часов был лишь единственный способ следить за временем смотреть на небо но только императору позволялось обозревать небеса наблюдая за тем как солнце луна и звезды следуют по своей круговой траектории император задумался над тем как измерить эти круги давным-давно джоу гон тоже этим заинтересовался он был джоуским князем основавшим устои и законы древнего китая и он спросил своего друга математика чанг гао до неба слишком далеко а земля слишком велика чтобы ее измерить откуда же взялись числа числа берутся из круга и квадрата круг рождается из квадрата а квадрат из линейки металлический квадрат вычисляется по таблице умножения в сущности широкие небеса и бесконечную землю можно измерить простым металлическим квадратом как такое возможно если сложить квадрат пополам основанием будет три стороны 4 а высота 3 4 и 5 это наименьшее значение высоты основания и гипотенузы и это можно доказать это высота го основания а сиань это гипотенуза это теорема гуго сиань в школе учат теорему пифагора как и на западе это один из основных принципов геометрии в китае прямоугольник делит железным квадратом а затем вычисляют по таблице умножения это прямоугольный треугольник его основание 3 а высота 4 этот треугольник сложенный прямоугольник с шириной 3 и длиной 4 так что его площадь 3 умноженное на 4 и деленное на 2 шесть сделаем 3 копии этого треугольника и сложим их вместе создав квадрат какова площадь квадрата 25 следовательно длина каждой стороны квадрата 5 если основание 3 высота 4 то гипотенуза 5 это доказано теперь вооружившись этими знаниями давайте измерим небо и землю наблюдая перемещение на небе люди решили измерить эти перемещения с земли нужно было лишь воткнуть в землю шест чтобы измерить небо и землю надо использовать теорему гуго-сиань нужно воткнуть в землю шест под прямым углом шест длиной 180 сантиметров находящийся в земле создают прямоугольный треугольник по теореме гуго-сиань это гу тень шеста это гуо а гипотенуза сиани скажем длина тени 48 сантиметров в полдень в день летнего равноденствия если продлить эту величину на 10 тысяч раз в небо вместе с длиной тени получится перевернутый прямоугольный треугольник так мы получим гу для этого перевернутого прямоугольного треугольника и она будет в 10 тысяч раз больше гу на земле так как длина тени 48 сантиметров длина противоположной стороны будет 4800 километров по этой теореме легко можно вычислить точное положение солнца так таким же образом было измерено расстояние до солнца в день зимнего равноденствия когда солнце ниже горизонта а также в каждый промежуточный день вычислив положение солнце во время летнего равноденствия а также точку вокруг которой оно вращается древние китайцы смогли рассчитать расстояние между центром земли и солнцем в день летнего равноденствия 46 тысяч 734 километра траектория солнца соответствует длине окружности этого круга все круги имеют одинаковое соотношение между длиной окружности и диаметром для древних китайцев это соотношение равнялось трем но по данным современной науки фактическое расстояние во время зимнего равноденствия 284 407 километров тем не менее несмотря на то что измерения были неверными сам принцип был правильным прежде чем одарить подданных календарями небо посвящали торжественный ритуал император жаловал всем небесное время благодаря этому люди знали когда сеять зерно и когда поминать мертвых правила и законы были установлены этот ритуал стал своеобразной клятвой когда точно надо соблюдать небесные законы на земле кровь приносили в жертву в знак того что внутренности быка чисты шерсть сушей приносили в жертву в знак того что внешний бык тоже чист таким образом все было готово к тому чтобы человечество получило небесные числа анаксагор был ученым твердо убежденным свое мнение он тоже думал что небо это круг а земля квадрат все интеллектуалы афин собирались возле окропля чтобы поспорить о космосе и человеке для математика естественно думать об этих древних дискуссиях которые тогда проводились этот храм афины также горд и красив как логика греков она основана на прочных законах геометрии седрик виллани директор института анри панкаре линейкой циркуль отражает представление греков о геометрии классической геометрии все строится при помощи этих двух инструментов так почему же линейкой циркуль потому что они экономичны и эффективны греки умели создавать геометрическую архитектуру используя лишь эти два инструмента и стремились применять их ко всем постройкам две соединенные вместе точки становятся линии это непреложная истина стала основанием на котором греки построили греческую логику при помощи линеек и циркулей это жесткое и точное слово но в таком мире и живут математике даже когда на ксагора бросили в тюрьму за ересь он продолжал работать над математическими вопросами он работал над проблемой под стать человеку который верил что небо это круг а земля квадрат позже эта теория стала более известной чем сам анаксагор вычисление квадратуры круга было самой популярной геометрической проблемой древности нужно было создать круг и квадрат с одинаковой площадью используя лишь линейку и циркуль по соответственно принципам античной геометрии внутри круга квадрат он меньше чем круг если квадрат разместить снаружи конечно он будет больше где-то посередине должен быть квадрат площадь которого равна площади круга но проблема в том как найти этот квадрат задача не столь неразрешимая как кажется гиппократ хиоский уже открыл метод вычисления площади квадрата заключенного в круг это называют гиппократовыми луночками согласно теореме пифагора площадь квадрата построенного на гипотенузе прямоугольного треугольника равна сумме площадей квадратов построенных на катетах несмотря на изменение формы итоговые площади никогда не меняются площадь нижнего полукруга равна сумме площадей двух других полукругов нижний полукруг поднимают а перекрывающиеся площади удаляют площадь оставшихся полумесяцев равна площади прямоугольного треугольника казалось будет возможно найти квадрат с помощью равной площади круга никто не знал что задача останется нерешенной более двух тысяч лет венеция италия казалось в 15 веке проблема была решена галерея академии для начала позвольте познакомить вас с одним рисунком он очень знаменит этот человек с разведенными в стороны руками и ногами витрувианский человек человек вписан в квадрат и в круг за чем да винчи их добавил в верхней части рисунка есть надпись леонардо да винчи всегда писал зеркальным письмом следовательно чтобы расшифровать надпись потребуется зеркало а внимание привлекает имя витрувий национальная центральная библиотека флоренции италия это единственная сохранившаяся работа архитектора древности витрувий был архитектором в эпоху римской республики он верил что в человеке отражаются законы космоса и заявлял что красивые здания должны соответствовать пропорциям человеческого тела он просил людей лечь и изучал их пропорции выражая их соотношение через круги которые по его словам символизировали вселенную как и прямоугольники этот человек был одержим идеей что анатомию человека можно объяснить посредством математики люди бесконечно пытались вписать человеческое тело в круг и квадрат это был вопрос теологии и космологии это был вопрос теологии и космологии в эпоху ренессансного гуманизма этой проблемой занялся леонардо да винчи в отличие от витруве и его модели стояли раскрытая ладонь должна быть одной десятой частью роста человека расстояние от ступни до колена это четвертая часть роста человека расстояние от подбородка до макушки это одна восьмая часть роста человека человеческая анатомия с его измерениями отличалась от всего что было раньше как символ неба он нарисовал круг с пупом посередине как символ земли он нарисовал квадрат с пенисом посередине но когда один рисунок наложили на другой их центры не совпали и он опустил квадрат так родился витруве анский человек идеальный человек эпохи возрождения будучи блестящим ученым леонардо хотел наглядно подтвердить гипотезу что небеса и земля едины он провел бесчисленные ночи заняты вопросом круга и квадрата и он попытался решить проблему двухтысячелетней давности попросив помощи у математика посмотрите что написано в уголке этой страницы я решил проблему квадратуры круга в день святого андрея но он не упоминает как он решил эту проблему а верный ли это ответ с точки зрения да винчи круг нарисованный от плеча имеет ту же площадь что и квадрат позже ученые измерили площади площадь круга была 153 целых и девять десятых тогда как квадрата 153 целых и 51 сотая он был ближе всех к тому чтобы решить эту проблему и так как же да винчи рассматривал круг художественный музей уолтерса балтимор сша в 1999 году на аукцион выставили книгу уильям ноэль реставратор антикварных книг исследовал ее леонардо да винчи тоже должен был читать эту книгу уильям ноэль реставратор антикварных книг она была не похожа ни на одну из книг что я видел раньше она была в ужасном состоянии я не мог начать ее читать это книга была копии сделанные вручную и на удивление под рукописным текстом скрывалась другая книга манускрипт был спрятан сотни лет под этой христианской маскировкой и никто не знал насколько важный первоначальный текст он содержит в 940 году нашей эры монах вручную переписал книгу которой очень дорожил эта книга была скопирована и хранилась уже тысячу лет около 300 лет спустя священник стер рукописный текст а вместо него написал на бумаге свои любимые молитвы коллекционер купил эту книгу за 2 миллиона долларов манускрипт был отослан обратно в галерею для изучения покрытая свечным воском и клеем тысячелетняя книга наконец-то открылась миру у ученых ушло два года на то чтобы расшифровать буквы на реставрацию книги ушло восемь лет и ей интересовалось все больше и больше народу это потрясающе потрясающе это книга которую человечество искал уже очень давно наконец появились буквы скрытые под молитвами это были древнегреческие буквы и круги эврика эврика автором данной книги был архимед архимед родился и жил в сиракузах на сицилии синтия италия синтия витторио директор музея архимедеона я особенно хотела показать вам этот измеркальный телескоп этот телескоп изготовили во время войны сиракуз с Римом архимед изобрел его чтобы сжечь римские корабли во время осады сиракуз Римом это архимедов винт который ученый создал во время обучения в Египте это полезный сельскохозяйственный инструмент качает воду вверх вместо того чтобы полагаться на аргументацию и логику ученый проводил измерения и изобретал полезные вещи при жизни архимеда Рим много раз вторгался в сиракузы и только благодаря его оружию маленькие сиракузы могли так долго противостоять вторжением Рима Чарльз Сейфи, профессор Нью-Йоркского университета архимед на тысячелетия опередил свое время возможно он был величайшим физиком и математиком древнего мира в первую очередь я считаю его математиком потому что его интересовали всяческие математические загадки например, что такое число Пи как только Анаксагор поднял вопрос о квадратуре круга он стал крайне популярным архимед нашел уникальный способ решения проблемы сначала он сосредоточился на том чтобы вычислить площадь круга он не находился под интеллектуальным давлением Афин и не думал о линейке и циркуля вот его метод сначала он разделил круг на четверти вот что получится если их разъединить затем он вставил в них другие четверти окружности это как если бы он объединил два круга затем эти формы делятся еще раз и еще раз постепенно дуги сверху и снизу выпрямляются и мы получаем прямоугольник площадь прямоугольного треугольника являющегося частью прямоугольника равна площади круга длина окружности круга это длина прямоугольника но эту длину нельзя определить это была революционная идея превращения круга в прямоугольный треугольник тем не менее нельзя было определить длину в мире существуют круги всевозможных размеров известно что диаметр пропорционален длине окружности к сожалению мы не знаем точного соотношения что же такое круг архимед был очень умен он знал что греки умели вычислять площади и длинные окружности полигонов различных размеров архимед взял полигон который был меньше круга и полигон который был больше круга и втиснул круг между ними этот человек был готов голым выбежать на улицу когда у него появлялась какая-то идея архимед был поглощен проблемой круга внутри круга есть шестиугольник внутри круга есть шестиугольник если его диаметр один длина его окружности три он также вычислил длину окружности шестиугольника вне круга длина окружности 3,4,6,4,1 длина окружности круга где-то посередине этих двух чисел затем внутренний многогранник делится так чтобы у него было двенадцать сторон теперь длина окружности 3,1058 внешний шестигранник также делится разница между двумя числами сокращается теперь проблема в устойчивости чем больше сторон тем больше сокращается разница между двумя числами приближаясь к числу пи если бы мы занимались этим бесконечно и у нашего многогранника было бы бесконечное количество сторон он получил бы значение пи знаете сколько сторон рассчитал архимед? в книге это не указано но я думаю он рассчитал 96 сторон это просто потрясающе примерно так потрясающе вооружившись прутиком и логикой мы заметно приблизились к кругу и хотя мы знали как туда добраться дорога была бесконечно долгой но мы продолжали идти к намеченной цели что бы вы сделали если бы у вас остался последний день в жизни или последний час? Архимед продолжал размышлять о круге не трогайте мои круги не трогайте мои круги в 1956-м была обнаружена могила Архимеда вопрос о подлинности могилы и книги Архимеда породил многочисленные споры спустя две тысячи лет после смерти ученого продолжаются жаркие дебаты так что же стало с проблемой Пи которую пытался решить Архимед? люди продолжали вычислять это значение используя метод Архимеда триста шестьдесят сторон три тысячи семьдесят две стороны двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть сторон тридцать два миллиарда двести двенадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать сторон но в 1882 поиски прекратились фердинанд фон линдеман о природе числа Пи было доказано что Пи не может быть ответом ни одного уравнения что это число трансцендентно и его десятичное представление бесконечно квадратура круга проблема не имеющая решения то есть Пи это число которое никогда не вычислить человеку Чжэнчжоу Китай с маленьким чемоданом в руках Лучао путешествует по всему Китаю с лекциями о памяти у него диплом магистра по прикладной химии но он знаменит своей способностью к запоминанию в условиях быстро растущей экономики Китая запоминание очень важный навык большинство его клиентов студенты пытающиеся поступить в хороший университет Лучао я научился запоминать информацию на третьем году старшей школы до этого я был не очень хорошим учеником но мне хотелось поступить в университет и я научился запоминать это оказало неоценимую помощь в обучении и я понял что запоминать числа не так уж сложно диплом книги рекордов Гиннесса у Лучао мировой рекорд по запоминанию наибольшего количества десятичных представлений числа Пи в 2005 за 24 часа и 4 минуты он запомнил 67 890 десятичных значений числа Пи нужно было назвать следующее число за 15 секунд так что у меня не было времени поесть или сходить в туалет я ел шоколад и надел памперс потому что не мог сходить в туалет рядом дежурила команда скорой помощи четыре доктора были на готове на случай того что я не смогу справиться со стрессом это была проверка моего интеллекта и стойкости вы готовы? 3 целых 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 с помощью числа Пи мы изобрели двигатели вычислили длину окружности Земли и даже запустили спутники чтобы добиться всего этого хватило лишь 15 десятичных значений числа Пи но оно рассчитано на гораздо большее значение 4 6 2 6 6 6 3 6 4 3 Кажется глупом продолжать вычислять значение у которого нет конца и тем не менее это глупое упорство создало цивилизацию 2 8 Отойди от моих чертежей 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 9 9 9 9 Продюсер Чу Деуг Дам Автор сценария Ким Ми Ран Режиссер Джи Хун Кву 1 0 5 5 8 2 0 0 9 7 7 4 9 4 4 5 5 9 2 3 0 7 9 2 3 0 7 7 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 16 16 17 16 17 18 19 22 22 Отец гонит лошадей, чтобы найти более безопасное место в этом мире. Дитя, что ко мне-то так робко прильнуло. Он хочет укрыться от реального мира. Родимый лесной царь со мной говорит. Это сфера бесконечности, куда никто не заглядывал. Родимый лесной царь в глаза мне сверкнул. О нет, мой младенец, ослышался ты. То ветер, проснувшись, колыхнул кусты. Сегодня мы посетим мир, открытый одним человеком, объятым страхом. Ездок погоняет, ездок доскакал. В руках его мертвый младенец лежал. Автор сценария Ким Миран Оператор Джоэн Джаэ Хо Музыка Ли Ма Сеонг Режиссер Ким Хионг Джан Числа Пять чисел, которые изменили мир Часть вторая Бесконечность Лестница Иакова Ватикан Были времена, когда этот маленький город-государство управлял всей Европой. В конце 20 века Ватикан обнародовал документ, который скрывали около 400 лет. Это было долгожданное и очень смелое решение. Этот документ – протокол судебного разбирательства, имевшего место в 1633 году. Это была величайшая полемика в истории католической церкви. Галилео Галилея из Флоренции, который поклялся говорить правду и только правду, священники задали следующий вопрос. Когда вы уверовали в то, что Солнце, а не Земля, является центром Вселенной и что Земля движется, Галилео ответил священникам, что никогда не верил в то, что Земля – центр Вселенной. Но вера в геоцентризм означала бы отрицание космологии всех времен. В ту эпоху верили, что Земля – центр Вселенной. А Солнце и планеты вращаются вокруг нее. Дальше были звезды. Там и заканчивалась Вселенная. Это была полностью замкнутая Вселенная. Насколько отличались представления Галилеи от убеждений того века? Базилика Санта-Мария-Навелла, Флоренция, Италия. Все небесные тела вращаются вокруг Земли своего Господина. Геоцентризм был удобен для трактовки отношений человека с Богом. Подобная космология отразилась и в произведениях искусства. Боги и ангелы крупнее, тогда как никчемные люди изображены маленькими. Также важные персоны изображались большими, даже если находились на заднем плане. Это самая популярная картина в этом соборе. И уже очень давно. Святая Троица, Мазаччо. Она написана в совершенно ином стиле, чем тогда было принято. Что подумали люди, впервые увидев эту работу? Кто-то сделал углубление в стене? Это похоже на картину. Но как он создал это пустое пространство? Стоило лишь закрыть глаза, и перед ними представала бесконечная чернота. Галилео был тем, кто заглянул в эту бездну. И бездна была бесконечной. Британский музей, Лондон. Первыми бесконечность открыли художники, а не математики. Техника, поразившая тех, кто видел картину, называется перспектива. На картине 17 века отражена перспектива. Миддл Харринс, Нидерланды. Желание писать реалистичные полотна породило перспективу. Но как изобразить трехмерный пейзаж на двухмерном холсте? Для этого нужен глаз художника. Сначала художник ставит свой холст перед пейзажем. Затем художник смотрит на определенную точку пейзажа. Точки намечаются на холсте, проходя через него и достигая глаз. Так происходит и с более удаленными точками. Если соединить эти точки, получается линия. И эта линия идет в одном направлении. Существует точка, где две бесконечные прямые соединяются. Но в реальности этой точки не существует. Потому что в реальности эти линии абсолютно параллельны друг другу. Это точка, где существует бесконечность. Давайте дойдем до этой точки. На пути мы с кем-то встретимся и пройдем мимо домов, которые исчезли. Мы идем дальше. И в месте, где соединяются две дороги, мы встретимся с бесконечностью. Но чем быстрее ты к ней бежишь, тем быстрее она удаляется. Бесконечность убегает всегда. Это и есть проблема бесконечности. Мы столкнулись лицом к лицу с другой бесконечностью. Она может лежать прямо у нас под ногами. Это игра точек и линий. Люди должны поочередно переставлять ноги на расстоянии в 42 километра и 195 метров. Марафон. Греция. Здесь родился марафон. А также математика и философия. Эта нация сражалась словами, а не мечами. В начале марафона начинается дождь. Из-за таких неожиданных событий марафон часто сравнивают с жизнью. Бежать слишком быстро нельзя, потому что, даже если хорошо себя чувствуешь, бывают и трудные моменты. Главная цель не победить, а добежать до финиша. Каждый забег состоит из несчетного числа мгновений. Давайте запечатляем эти мгновения. Вот одно из них. Но так ли это? Что если продолжать дробить мгновения, какой будет результат? Парфенон. Афина. Греция. Люди задавали себе этот вопрос еще две с половиной тысячи лет назад. Каждый июль здесь проводился фестиваль. В ожидании победителя марафона зрители стояли здесь и обсуждали различные проблемы. Это был фестиваль, посвященный богине Афине. Кульминацией фестиваля был парад. Фрагменты парада можно увидеть на украшениях, взятых из храма. Это молодые афинские мужчины. Юноши от 18 до 20 лет, которые служили в армии. Они следуют за парадом женщин, едущих на конях. Сбоку от дороги ликующие жители Афин. В 499 году до нашей эры это был крупный фестиваль. И это была отличная возможность для тех, кто любил порисоваться. Один эксцентричный философ также принимал участие в этом фестивале. Возможно, где-то на горе проповедовал свои странные принципы. Он говорил о природе движения. Его звали Зенон Элейский. Чарль Сейфи, профессор Нью-Йоркский университет. Зенон был философом, вызывавшим недовольство всех философов того времени, потому что он спорил о вещах, которые казались смешными. Одним из его аргументов был тот, что движение невозможно. Аргументация Зенона начинала с утверждения «Так как Вселенная едина, пределов не существует». Далее он так подкреплял свои аргументы. Представьте соревнования в беге между очень быстрым воином Ахиллесом и очень медленной черепахой. Черепаха впереди Ахиллеса и они начинают бежать. В итоге Ахиллес добежит до той точки, где была черепаха. Ахиллес старается обогнать черепаху. Но черепаха продолжает двигаться вперед. Ахиллес движется вперед и черепаха тоже. Таким образом, Ахиллес никогда не догонит черепаху. Это не имеет никакого смысла. Это странно, но рассуждения логичны. Далее теория Зенона становится еще более абсурдной. Он утверждает, что независимо от того, как быстро бежит человек, он никогда не добежит до финиша. Чтобы добежать до финиша, бегун должен достигнуть отметки в полпути. А чтобы это сделать, он должен добраться до половины половины пути. Если продолжить, он должен достигнуть половины любой самой короткой дистанции. Движение становится невозможным. Бесконечно дробя моменты, мы достигаем бесконечности. Греки почесывали головы, потому что перед ними были эти бесконечные части. Они не могли сложить их воедино и понять, действительно ли это что-то значит. Притронувшись к бесконечности, они опустили руки, сказав, это бессмысленно. Однажды дождь кончится, как и марафон. Однажды закончится даже наша жизнь. Кажется бесполезным обсуждать бесконечность в реальности, когда конец кажется неизбежным. Галилео был на краю смерти, но выжил. Вместо пожизненного заключения его приговорили к домашнему аресту. Арчетой, Флоренция, Италия. Последним пристанищем Галилеи была небольшая деревня на окраине Флоренции. Галилей переехал в этот дом год спустя после религиозного суда. Он подавал прошение в церковь, чтобы ему разрешили вернуться в родной город, но ему отказали. Дом сохранился в том же виде, как и при жизни Галилея. Это скромное жилище. Здесь лишь кровать и несколько предметов мебели. Вот комната Галилея. Пока он еще мог видеть, он, вероятно, смотрел через это окно на монастырь, где когда-то жила его дочь. Альберто Регини, профессор, Флорентийский университет. Вернувшись из Рима, Галилео переехал в этот дом. Это были тяжелые для него времена. Он был подавлен. Его дочь, которая поддерживала его во время суда, внезапно умерла. Тогда у него была самая тяжелая депрессия. Он был самым уважаемым ученым в Италии. Но его поставили на колени и даже хуже, вынудили отказаться от своих убеждений. А теперь ему уже 70. Старый, дряхлый, он склонился над столом и начинает писать. Сейчас ему нужны друзья, чтобы поспорить о верности или ошибочности его логики. Один из них — Симплесио, и мы подозреваем, что он глупец. Второй — Сагредо, добрый друг, который уже умер. Эти герои появлялись в его предыдущей книге. Давайте послушаем их разговор. Они говорят о странном колесе, о котором размышлял Аристотель. Внутри большого колеса есть меньшее по размеру. Сразу понятно, что у меньшего колеса меньшая длина окружности, чем у большего. Но этого не видно, если колеса вращаются. Меньшее колесо рисует точно такую же линию, как и большая. Как это возможно, если у этих колес разная длина окружности? Это действительно потрясающее зрелище. У всех в мире колес одинаковая длина окружности. Галилей пытается объяснить этот кажущийся парадокс при помощи шестигранника. Когда большой шестигранник вращается, меньший шестигранник прыгает вперед. Двенадцать сторон. Двадцать четыре стороны. Чем больше сторон, тем больше прыжков, и тем они короче. Затем образуется линия. Всегда любопытный Симплесио задает следующий вопрос. А как насчет одинокой точки? Отвечая на его вопрос. Линия, образованная одинокой точкой, такая же, как и линия, образованная кругом. Точки и линии – это одно и то же? Беседы и математические доказательства двух новых наук. Эти диалоги были опубликованы в книге. Услышав, что больший и меньший круг образуют одинаковую линию, а точки и прямые – одно и то же, Симплесио задает такой вопрос. Как может неразделимая точка стать делимой линией? Как может неразделимая точка стать делимой линией? Длину линий можно определить, следовательно, они ограничены. Это бесконечная последовательность точек. Как бесконечные точки могут стать конечной линией? Это точка. Давайте превратим ее в линию, используя конечное количество точек. Сначала возьмем четное количество точек, точнее четыре. Эту линию можно разделить пополам. А что, если мы создадим линию с нечетным количеством точек? Точки нельзя разделить, следовательно, и линия не может быть разделена пополам. Иными словами, линия должна сформироваться из бесконечного количества точек. Но длинная линия имеет бесконечное количество точек. Короткая линия также имеет бесконечное количество точек. Какая же бесконечность больше? Галилей показывает, почему это возможно. Существует бесконечное число целых чисел, которые формируют более длинную линию. Теперь исключаем лишь четные числа, чтобы создать линию покороче. Каждое число взаимосвязано с другим. Кажется, что должно быть больше целых чисел, но не в этом случае. Будь она бесконечно большой или бесконечно малой, бесконечность действительно очень странное число. В мире бесконечности нельзя спорить о том, маленькое число, большое или равное. Поэтому Галилео сказал, что в мире бесконечности нельзя спорить о том, маленькое число, большое или равное. Возможно, бесконечность – слишком бесконечная концепция, чтобы ее мог понять конечный человеческий разум. Галилей не был виноват в том, что не понимал бесконечность. Скорее, он просто был человеком своего времени. Человечество смогло решить эту проблему лишь двести лет спустя. Был человек, который любил Бога более глубоко, чем кто-либо другой. Он думал о себе, как я могу раскрыть замыслы Бога здесь, на земле. Затем он решил совершить это при помощи того, в чем преуспел. Он заглянул в тот мир, в который еще никто не осмеливался заглядывать. В поисках бесконечности мы попали в девятнадцатый век. Галлия, Германия. Мы видели бесконечные большие и бесконечные малые величины. Но так они встретились лицом к лицу с бесконечностью. Тут родился Гендель, знаменитый композитор 18 века. Расположенный между Берлином и Геттингеном довольно далеко от центра событий, город Галлия был именно тем местом, куда приезжали амбициозные юноши и девушки, чтобы сделать себе имя. Математик Георг Кантер был одним из тех амбициозных молодых людей, который приехал в этот город, чтобы преподавать. Университет Мартина Лютера Галлия. Профессор Карин Рихтер обучает математики в этом же университете. Также она изучает жизнь и труды Георга Кантера, который был профессором в этом университете сто лет назад. Карин Рихтер, профессор университета Мартина Лютера, Галлия. Люди думают, что в бесконечности скрыта какая-то тайна, и я склонна с ними согласиться. Я верю в то, что Вселенная бесконечна, и законченности не существует, а мы способны бороться с бесконечностью. Бороться с бесконечностью. Даже в нашем веке окунуться в бесконечность значит вторгнуться в сферу Бога. Но Кантер не сомневался. Он думал, что через бесконечность он сможет открыть царство Бога. Он хотел увидеть лицо Бога. В этом доме в центре города жил Кантер. Дом Георга Кантера. Этот дом Кантер построил для своей семьи в 1880 году. Они переехали сюда в 1886. И Кантер прожил здесь 40 лет, до самой смерти. Он был очень добрым и любящим мужем. Георг Кантер. Он женился на подруге своей сестры и жил с ней счастливо. Но все изменилось после его встречи с бесконечностью. Миром чисел. Миром бесконечности, который и бесконечно велик, и бесконечно мал. Кантер решает рассчитать этот мир. На это его вдохновил Галилей. Колин Макларти, университет Кейс Вестерн Резерв. Галилей говорил, я бы сказал, что два множества, две коллекции вещей одинаковы по размеру, если я могу привести их в соответствие один к одному. А еще он сказал, четных чисел столько же, сколько и целых. И Кантер сказал, это верно. Это говорит о том, что я скажу это верно. Я с этим согласен. Прежде чем искать бесконечность, мы должны узнать немного больше о конечном. В пустом автобусе есть места. А на остановке ждут люди. У нас больше людей или больше свободных мест? Мы можем ответить на этот вопрос, усадив людей в автобус. Оказалось, на одного человека больше, чем мест. Кантер считает элементы в бесконечных множествах. Как и с конечными множествами, можно сравнить размеры и бесконечных множеств. Дорога в бесконечность. Многие не пошли по этой дороге, потому что, казалось, у нее нет конца. Но Кантер пошел. Целые числа, бесконечные множества. Теперь давайте найдем подмножество. Сначала для четных чисел. Мы свяжем каждое целое число с каждым четным числом. Четных чисел столько же, сколько и целых. А как же быть с нечетными числами? Нечетных чисел столько же, сколько и целых. Существует бесконечно много бесконечных множеств. И это открывает совсем новое поле для исследований. Но Кантер продолжает развивать идею соответствия один к одному. Он говорит, что каким бы странным ни был результат, я утверждаю, что два множества одинаковы по размеру, если я могу установить соответствие один к одному. И это сработало. В результате родилась красивая теория. В Галле есть памятник этой красивой теории. Кантер решает посчитать дроби. Расположив дроби последовательно, он мог сравнить их с целыми числами. Эта сложная таблица изменила историю математики. Цитата из Кантера дает нам подсказку. Свобода — суть математики. Чтобы создать последовательность дробей, Кантер замахнулся на невозможное. Сначала он создает последовательность дробей с числителем 1. Она продолжается до бесконечности. Затем он создает последовательность дробей с числителем 2. Она также продолжается до бесконечности. Настал черед числителя 3. Используя этот метод, Кантер смог создать все бесконечные дроби. Как он выстраивал их последовательность? Ответ дает стрелка. Бесконечное количество хаотичных дробей выстраивается последовательно. Теперь мы создаем соответствие один к одному с целыми числами. Абсолютно у каждой дроби есть пара. Множество целых чисел и множество дробей одинаковы по размеру. Но целое больше, чем часть. До сих пор это было ключевым условием, которое делало бесконечность недосягаемой. Но посредством соответствия один к одному, Кантер смог избавиться от этой ошибки. Он привел нас не только к краю вселенной, но и за него. Кантер считал, что его работа откроет дверь в бесконечность. «Основы общей теории множеств» Георг Кант. Бесконечность через призму множеств. Он думал, что эта работа сделает его профессором Берлинского университета. Он ликовал. Теперь можно было решить проблемы, которые до настоящего момента были неразрешимыми. Эта проблема поставила в тупик Галилея. Количество точек в более длинной и более короткой линии были одинаковыми, потому что оба множества были одинаковыми. На квадрате такое же количество бесконечных точек, как и на линии. Количество точек на листе такое же, как и на Земле. В мире бесконечности часть настолько же достаточна, как и целая. Многие математики не поняли концепцию Кантера. Несмотря на то, что его постоянно критиковали, он сумел противостоять этим нападкам. Сто лет назад все было так же, как и сегодня. Если ты вступил в научные споры, они могут стать крайне жаркими. Это закалило личность Кантера. Он был очень мощным оппонентом. Теорию Кантера не приняли. Его мечтам о профессуре в Берлинском университете не суждено было сбыться. Он даже не смог найти издателя для своей работы. 29-летняя война Кантера против его оппонентов закончилась печально. Психиатрическая больница университета Галлия. К сорока годам Кантер стал психически неуравновешенным. Он периодически попадал в больницу для душевнобольных. Когда его попытки получить должность профессора Берлинского университета провалились, он пережил сильный нервный срыв. Доктор Дэн Руджеско, директор психиатрической больницы университета Галлия. У него было всестороннее заболевание. Он бывал и счастливым, и подавленным, и маниакальным, и вялым. Также он слышал голоса, и у него были галлюцинации. Он страдал от того, что знал, что его психическое заболевание может проявиться в любую минуту, а также от насмешек Академии. Он слышал голос Бога. «Я не математик. Я посланник Божий». Человек, одержимый бесконечностью, снова был госпитализирован. Это был крайне сложный период, и Кантор много страдал. Он даже написал в письме, что из-за своей депрессии не мог сосредоточиться на математике и не может продолжать исследование. Он чувствовал, что депрессия мешает его работе. Он бесчисленное количество раз вычеркивал и переписывал строки своего письма. Он был также дотошен по отношению и к себе, и к математике. Но когда ум его был ясен как никогда, он начинал работать с действительными числами. Он работал с большими множествами, включающими иррациональные числа, иррациональные числа, и трансцендентные числа. Он создал последовательность действительных чисел. Они были бесконечные, их было невозможно сосчитать. И Кантор доказал, что их невозможно сосчитать независимо от применяемого метода. Даже у бесконечности есть размер. Но никто не понимал Кантор. И лишь Кантор понимал бесконечность. Но бесконечность поглотила его. Она завоевала еще одну душу. Бесконечность – это место пересечения наименьшего и наибольшего. И это невозможно было понять без теорий Кантора. В 1918 году Георг Кантор умер в возрасте 78 лет. Стоя у его могилы, я думаю, что это великая честь иметь возможность преподавать и проводить исследования в том же университете, что и он. Я много раз хотела спросить его о бесконечности. У нас был бы очень интересный диалог. Он был смертным человеком, который показал нам безграничный мир бесконечности. Теперь и мы увидели бесконечность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фильм озвучен по заказу CLS Media в 2017 году Субтитры создавал DimaTorzok Автор сценария Ким Миран Оператор Джон Джай Хо Музыка Ли Ма Сионг Режиссер Ким Хионг Джан Числа Пять чисел, которые изменили мир Стоит хороший и спокойный день Именно отсюда запустили первый в мире воздушный шар. Именно здесь открылся первый в мире универмаг. И именно здесь родилось кино. Но больше всего этот город знаменит своими великолепными огнями. Институт Франции Институт Франции расположен в самом центре города. Есть документ, которым очень дорожит этот двухсотлетний институт. Это письмо написанное двадцатилетним студентом университета. Он спрашивает, почему пропали его бумаги? Меня зовут Глуа, сын человека, совершившего самоубийство. Меня посадили за решетку за то, что я республиканец. Но я обычный студент. Я снова спрашиваю, почему пропали мои бумаги? Жан-Пьер Кахан и Французская академия наук. Я был немного удивлен. Я знал об этом письме, но мое внимание привлекла та фраза, где он говорит, во-первых, потому что меня зовут Глуа. Почему пропали бумаги? Потому что его зовут Глуа. Немногие в этом городе помнят имя Глуа. Париж полон людей, которые любят, разговаривают, гуляют, живут своей жизнью окруженной красотой. Но работы Глуа тоже были красивыми. Любовь бога Глуа выражалась довольно необычно, потому что его жизнь всегда была полна тревог и волнений. Перед самой смертью он спешно написал письмо. Он написал его в надежде на то, что в будущем люди его найдут. Это было письмо об уравнениях. Оно открылось миру 40 лет спустя и навсегда изменило историю математики. Часть третья. Десять число свободы. В начале были числа. Мы не знаем, когда умрем. И не знаем, где заканчиваются числа. Как же люди начали считать? Тут нужен глаз охотника. Две птицы спереди и одна сзади. Это сложение. Иногда жизнь и несправедлива. Вместо четырех буханок хлеба осталось три. Это вычитание. Сколько тут кукурузных початков? На глаз трудно определить, так что мы умножаем горизонтальные и вертикальные ряды. Со временем нужна совершенно иная математика. Женщина очень зла. Ее муж купил пять коров и двух овец за десять монет. Он не знал, сколько стоит каждое животное. Каждая корова стоит одну монету, а овца две с половиной монеты. Но коровы могут быть по пол монеты, а овцы по три. Или каждая корова может стоить две монеты, а овцы могут быть бесплатными. Тут слишком много возможностей. Математика в девяти книгах. Это книга о вопросах математики, написанная две тысячи лет назад. Уравнение. Здесь впервые появляется слово «фэнчен» или «уравнение». «фэн» указывает на квадрат, куда вставлено число. А «чен» означает «обдумывать». В книге собрано двести сорок шесть задач. Задачи с рынка тоже там есть. Мужчина купил пять коров и две овцы за десять монет. Мужчина купил пять коров и две овцы за десять монет. Но на этот раз есть и другой мужчина. Этот мужчина тоже не знает стоимости каждого животного. Он купил две коровы и пять овец за восемь монет. Пока он выслушивает брань жены, у нас есть два условия. Пять коров и две овцы равны десяти монетам. Две коровы и пять овец равны восьми монетам. Давайте попробуем снова посчитать. Это очень сложно. Джереми Грей, профессор математики, открытый университет. Зачем нужны уравнения? Потому что кое о чем мы знаем, но чего-то не знаем. И мы говорим, то, о чем мы знаем, это… Так что уравнение похоже на утверждение. Что-то, что-то и что-то есть нечто иное. То есть, есть сложная комбинация того, чего мы не знаем, и есть нечто такое, что мы знаем. Тогда хочется убрать эту сложную комбинацию и найти то, что мы знаем. Математика в девяти книгах была опубликована государством для изучения чиновниками высшего ранга. Мужчина берет бамбуковые палочки, древний калькулятор. Как же они решали проблему, используя палочки? Давайте возьмем для примера 123 плюс 123. Сначала палочки выкладывают так, чтобы обозначить 123. Затем к этому числу прибавляют 123. Пять объединяют в одну палочку. Ответ – 246. Перейдем к проблеме коров и овец. Используя известное, вычислим неизвестное. Мужчина молниеносно использует бамбуковые палочки. Он вычислил цену каждой коровы и овцы. Это просто поразительно. Уравнение облегчает нам жизнь. Но иногда они делают ее еще более сложной. В мире много проблем, и некоторые из них неразрешимы. Иногда мир преподносит нам сложные уравнения для решения. В этом наша проблема. Что же нам делать? Три человека учились у одного учителя. Один из них стал визирем. Второй поэтом. А третий – разбойником. Это был один из интереснейших моментов в истории математики. Один из них решал уравнение. Сегодня день памяти Амара Хайяма. Здесь, в Иране, до сих пор используют календарь, который он создал в XI веке. Его могила – одна из трех лучших произведений архитектуры Ирана. Трое друзей поклялись разделить власть и богатство, если кто-либо из них преуспеет. Но разбойник убил визиря, и выжил лишь поэт. Местные жители любят поэзию Амара Хайяма. Его стихи, написанные тысячу лет назад, до сих пор находят отклик в людских сердцах. Но, к сожалению, он менее известен своими работами по математике. И поэзия, и математика требуют знаний чисел. Батлянская библиотека, Оксфордский университет, Англия. Предки Хайяма преуспели в математике. В восьмом-девятом веках Персия, современный Иран, была домом всемирно известных математиков. Западные уравнения начались с этой книги. Китаб Аль-Джираб Валь-А Мукабля. Краткая книга «Восполнение и противопоставление». Восполнение и противопоставление – это способ решения уравнений. Слово «алгоритм» произошло из названия этой книги. Есть причины, почему уравнения были столь развиты именно в Персии. Там было крайне сложное право наследования. Вот пример из книги. Имение отца стоит 10 дирхам. Старший сын должен отцу 10 дирхам. Имение отца стоит 10 дирхам, плюс 10 дирхам, что он одолжил, получается 20 дирхам. Все было бы просто, если бы сыновья могли разделить все пополам. К сожалению, это не тот случай. В Персии крайне сложное право наследования. Получив наследство, сын должен выплатить долг. Но если он не может заплатить сразу всю сумму, он может платить частями. Похоже, нам нужно заново пересчитать наследство. Но также есть и завещание отца. «Отдайте третью часть моей собственности Махамеду, человеку которого вы не знаете». Треть собственности другому человеку и менее уменьшается. Это и правда сложно. Сколько же должен выплатить старший сын? Ответ на этот вопрос в этом мешке. Внутри этого мешка неизвестно. Икс. Седрик Вилани, директор института Анри Пуанкаре. В какой-то момент наша цивилизация совершила прорыв, когда люди начали использовать символы без определенного значения, чтобы обозначить неизвестное количество. Теперь во всем мире это буква Икс. И все люди в мире немного занимаются математикой, зная, что Икс – это неизвестное. Это не обязательно количество. Иногда это число, иногда это функция, иногда это какой-либо предмет. Это неизвестное количество неизвестных предметов. Икс – это деньги, которые должен выплатить старший сын. Мы должны найти Икс путем восполнения и противопоставления. Если в ответе нарушен баланс, он неверный. Сумма, которую должен выплатить старший сын, равна третье наследство его отца. Так что оставим третью часть мешка. Теперь давайте уравновесим весы, чтобы найти ответ. Сначала умножим каждую сторону на 3. Так как все части равноценны, весы уравновешены. Теперь уберем по мешку с каждой стороны. Затем разделим пополам, убирая половину денег с каждой стороны. Это ответ. Сын должен заплатить 5 дирхамов. Икс равен 5. Мы выполнили восполнение и противопоставление. Поэзия – национальное хобби в Иране. Поэзия – национальное хобби в Иране. Посредством сравнений и символизма поэзия находит суть жизни. Уравнения делают примерно то же самое. Икс – это сущность неизвестного. Сколько? Какой ширины? Какого веса? С помощью одной буквы можно решить разные проблемы. В Персии это называют корнем, а в Европе – икс. Это лишь условное обозначение, название для того, чего мы не знаем. Преимущество простого названия в том, что вы можете добавлять его к другим вещам, которые, возможно, знаете. А, возможно, есть две вещи, которые вы не знаете. И вы можете сложить их или умножить. Длина этой лужайки – икс. Если икс всего один – это линейное уравнение. Умножив икс на икс, мы получаем икс в квадрате. Это квадратное уравнение. Но Хайям задумался над чем-то более сложным. Он сосредоточился на кубических уравнениях, где идет речь о пространстве. Он хотел узнать все виды кубических уравнений в мире. Существует бесчисленное количество кубических уравнений, но используя икс, их всего 14. Кубические уравнения не имеют никакого отношения к нашей повседневной жизни. Сама математика выходит за пределы нашей повседневной жизни. Но люди иногда зацикливаются на том, что пока не имеет практического значения. Хайям решил 14 кубических уравнений с помощью геометрии. Он был одержим миром, который не имел отношения к реальности. Жизнь — это очень сложный процесс, и мир тоже чертовски непрост. Люди любят повторять одну шутку. Математическая модель идеальна, но в этом мире она не работает. Очень похоже на то. Это чертовски сложно. Но красота науки в том, что было открыто много уравнений, которые позволяют делать прогнозы относительно всех этих феноменов и иногда с поразительной точностью. У каждого есть мечта. Хайям мечтал изучать математику, не заботясь о том, как заработать на жизнь. И его самый успешный друг помог ему осуществить эту мечту. Поэзия и уравнение. Что еще может быть дальше от мирской суеты? Давайте перенесемся в XVI век. В XVI веке Венеция была центром Европы. Сегодня здесь множество туристов, а тогда в Венецию стекалось бесчисленное количество амбициозных людей. Тут делали и теряли состояние. В 1535-м в городе произошла важная дуэль. Человек, пославший вызов, сделал это в публичном месте. Он указал дату, место и имя своего противника. Это место полно амбиций, желаний и зависти. Присутствовали богатые аристократы. Они размышляли, кого им стоит поддержать. Темой дуэли была математика. В частности, кубические уравнения. Вызов бросил Фиоре, который обучался у великого знатока уравнений. Его оппонент, Тарталья, был подобен ненасытному волку. Томас Вейгель, Миланский университет, Беккокко. Конечно, вопрос был такого рода, что каждый мог его проверить. Это была задача, имеющая решение. Один знал решение, а другой не мог представить себе этого решения. Кубические уравнения были идеальны для состязаний такого рода, потому что каждый мог проверить ответ, но вычислить его было очень сложно. Это базовая форма кубических уравнений. Но ее можно изменить. Даже без этой части это кубическое уравнение. И без этой части это тоже кубическое уравнение. Это разные варианты кубического уравнения, каждый с различной формулой. Они обменялись задачами за месяц до состязания. Вот какую задачу получил Тарталья. Какое число, добавленное к кубическому корню, равно 6? Даже на такой сложный вопрос можно ответить с помощью простой формулы. Два человека заработали 100 дукатов. Первый заработал кубический корень от того, что заработал второй. Тоже и с другой задачей. Все, что нужно, это формула. Тот, кто знает формулу, побеждает. Фиоре знал формулу кубического уравнения, где х линейный. Тарталья знал формулу кубического уравнения, где х квадратичный. Фиоре представил 30 задач с линейными Х, формулы которым он узнал у своего учителя и думал, что его соперник не сможет их решить. Тарталья в одиночку изучал задачи в течение месяца и смог дать верные ответы за считанные минуты до конца состязания. Он был истинным мастером-самоучкой. Игра стала более интересной. Тарталья использовал и собственные формулы, и формулы Фиоре. Он решил задачи Фиоре за два часа. Фиоре потерял свой шанс выиграть состояние, потерял честь и должность профессора. Он проиграл 30 к нулю. В те времена формулы к уравнениям стоили денег, а математика была игрой. Теперь перед Тартальей лежало многообещающее будущее. Библиотека древних книг Вурсина. В ту эпоху вели жаркие споры по поводу кубических уравнений. Формулы к кубическим уравнениям записаны в книгу. Великое искусство. Кардана. Книгу написал не Тарталья. То такой. Кардана. Иоанн Стюарт, профессор математики, университет Уорик. Был итальянский математик Джералама Кардана. Он слойл жуликом. Он был прекрасным врачом и хорошим математиком, но и заядлым игроком. Проигрывал фамильное состояние. И ему пришлось воспользоваться математикой, чтобы зарабатывать деньги. Он отлично играл в шахматы на деньги. Использовал свой ум, чтобы зарабатывать при помощи различных математических и игровых трюков. Так что он был более сильным игроком, чем многие его соперники. Кардана сделал вывод, что Тарталья должен знать формулы, если выиграл 30 к 1. Он обещал представить Тарталью важнейшим людям Милана. Кардана умел красноречиво говорить, тогда как Тарталья заикался. В конце концов, он уговорил Тарталью раскрыть свою тайную формулу. Стивен Строганс, профессор Корнеллского университета. В итоге Кардана получил информацию о Тарталье. Но Тарталья заставил его обещать, что он никогда никому не расскажет. Это наш секрет. Я раскрою его тебе, но, пожалуйста, никому больше не говори, ты должен обещать. Кардана обещал ничего никому не говорить. Сами понимаете, что было дальше. Формула кубических уравнений стоила больших денег. Но Кардана был амбициозен. Чтобы заработать много денег, ему надо было решить все кубические уравнения. Но из трех типов кубических уравнений он знал лишь одну формулу к одному из них, что дал Тарталья. Кардана решил самостоятельно найти две другие. Он был блестящим математиком. Кардана нашел метод решения кубических уравнений любого типа. На это ушло шесть лет. Вот эта формула. По этой формуле можно решить все кубические уравнения. Нам нужен ключ, чтобы зайти в здание уравнений. Этот ключ – формула. Это квадратичная формула та, которую все мы изучали в школе. Семьсот лет спустя Кардана нашел формулу для кубических уравнений. Формула для квадратных уравнений была открыта учеником Кардана. Глядя на нее, кружится голова. Пришло время перейти на новый уровень. Все думали, что скоро будет найдена формула для уравнений пятой степени. Но прошло 300 лет, и бесчисленное количество людей терпели неудачу в поисках этой формулы. Авеню Галуа. Этот проспект назван в честь человека, у которого был ключ к уравнению пятой степени. В возрасте 20 лет он дрался на дуэли с пистолетами, а не на математической. Больница Кашан, Париж, Франция. Галуа привезли сюда лишь несколько часов спустя после дуэли. Тут увековечен один из наиболее трагичных моментов в истории математики. Эварист Галуа, 21 год, математик. Время смерти, 31 мая, 10 утра. Причины смерти, пулевое ранение в живот. Каким человеком был Галуа? Франца Буфе, Яник Буфе, потомки Галуа в шестом поколении. Гениальный, щедрый, гордый, очень общительный. Он всегда бунтовал. Он ненавидел свою эпоху. Мы узнали это в архиве его лицея. Он жил в эпоху сразу после французской революции, на фоне которой Гюго написал свой роман «Отверженное». Он был темпераментным юношей. Его отец покончил жизнь самоубийством. Он не смог поступить в тот университет, что хотел, а профессора дважды теряли его работы. Потерянная работа была о красоте. Это мелодия и сопутствующие басы и красивы. Секрет этой красоты – симметрия. Симметрия – сущность красоты. Вещи не изменяются, даже если их перевернуть. В уровне них есть симметрия. Это и открыл Глуа. Симметрия – это все. Можно изменить образ так, чтобы после изменения он остался тем же. Если я поставлю руки в такое положение и посмотрю на них в зеркало, я увижу то же самое. Если я поставлю руки в другое положение и посмотрю в зеркало, я увижу не то же самое. Нет симметрии. Это симметрично. И это основа. Симметрия – это когда ты пытаешься изменить образ, но в итоге он остается без изменений. Формулы для уравнений пятой степени не существует. Но почему? Ведь есть формулы для квадратных, кубических и уравнений четвертой степени. Нужно было сменить систему представлений. Чего нет у уравнений пятой степени и есть у всех остальных. Например, у кубических уравнений три корня – альфа, бета и гамма. Как соотносятся корни и коэффициенты? Коэффициенты не меняются, тогда как вы меняете корни, умножаете или складываете их. Тут есть скрытая симметрия. Глуа записал свои мысли и передал свои бумаги. Французская академия наук. Мы не знаем, насколько полной была его работа, потому что во Французской академии наук ее потеряли. Но это не обескуражило гордого юношу. Он был околдован Французской революцией и влюбился в женщину, у которой был любовник. Он влюбился, и это естественно для 20-летнего юноши. И хорошо, что он испытал это чувство, прежде чем умереть. Жаль, если 20-летний мальчик не видит вокруг ничего, кроме науки. Он ничего не знал о жизни. Это мое личное мнение. Ведь он был таким красивым юношей. Он ввязался в дуэль. Но в ночь накануне дуэли он вспомнил, что должен был сделать. Переписать свою потерянную работу. Результат был потрясающим. Формулы для уравнений пятой степени не существовало. В этой работе многие слова вычеркнуты и переписаны. Это говорит о его желании не допустить ошибку. Он должен был решить проблему, которую не решили за 300 лет. Это было усилие, сделанное в последнюю минуту. В какой-то мере в начале 19 века он раздвинул рамки и смог показать, что некоторые уравнения не имеют общего решения, что нет рецепта для решения некоторых проблем. Это было сложно. И это красивая теория. Это самая продвинутая алгебра, что я изучал, будучи студентом. Так родилась теория групп, самая передовая теория в алгебре. Формулы для уравнений пятой степени не существует. Чтобы мыслить как Галуа, мы должны понимать симметрию. Понимая ее, мы увидим, что есть в кубических уравнениях и нет в уравнениях пятой степени. Давайте раскроем тайну кубических уравнений. Скажем, корни кубических уравнений – это вершины треугольника. Передвинем этот образ. Как создать симметрию? Перевернем ее на 90 градусов. Симметрии нет. Но перевернув на 120 градусов, мы создали симметрию. 240 градусов также создают симметрию. Есть три способа, как перевернуть треугольник так, чтобы создать симметрию. Также, чтобы создать симметрию, можно оставить треугольник, как есть. Есть шесть способов создать симметрию с тремя корнями. Но, снова передвигая треугольник, мы создаем группу. В этой группе есть особая подгруппа. Это обычная подгруппа. Это обычная подгруппа. Проще говоря, это способ определить, имеет ли уравнение решение. Это ключ к решению кубических уравнений. Если идти до конца, вы найдете формулу. Но, с уравнениями пятой степени, все не так. Ключа нет. Ларчик не открыть. Формулы нет. Что он почувствовал, когда понял, что выше уравнений четвертой степени формул не существует? Что почувствовал Галуа в конце своих поисков формулы для уравнений пятой степени? Это потрясающе. Знаете, очень сложно доказать, что что-то невозможно. Доказывая, что что-то возможно, вы просто должны представить решение. Но доказывая, что что-то невозможно, вы должны показать, что любая конструкция должна рассыпаться. Когда представляешь себе, что это можно сделать, это просто потрясающе. Благодаря Галуа из математики исчезли числа и их заменили буквами. 29 мая 1832 года. В этот день началась новая эра математики. Наступило утро следующего дня. Если бы только жизненные проблемы можно было решать с помощью математики. После беспокойной ночи Галуа готовится к дуэли. Двое мужчин любят одну женщину. Эта проблема не имела решения. Сходитесь. Это трагический момент в истории математики. Пуля прошила живот Галуа. Пуля прошила живот Галуа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok так быстро, что их сложно прочесть. Осталось всего пять конкурсантов. Они собираются в центре на последний конкурс. Цифры исчезают во мгновение ока. Четверо ответили верно, один конкурсант выбывает. Считать в уме быстрее, чем на калькуляторе. Этот мир в корне отличается от мира техники. 1,85 секунды. Они радуются, обмениваясь ответами. Остался последний конкурсант. Это Сосана Такео, учитель математики. Это его личное достижение. Сосана Такео, как считать в уме? Как обычные вычисления? Да, я складываю то, что вижу на экране, используя мысленные счеты. Ничего особенного. Обычные вычисления? Верно. Я просто складываю то, что вижу. Да. У вас есть мысленная картинка? Цифры превращаются в косточки счетов, на которых я привык считать. Да. Он продолжает складывать числа. У него в голове счеты. Были времена, когда счеты использовали как компьютер. Интересно, что счеты перестали использовать с появлением одного единственного числа. Автор сценария — Ким Миран. Оператор — Джон Джаэхо. Музыка — Ли Ма Сеонг. Режиссер — Ким Хионг Джан. Числа. Пять чисел, которые изменили мир. Часть четвертая. Замысел богов. Пури — это маленький городок возле Бенгальского залива Восточной Индии с населением в 150 тысяч человек. Каждый июль городок оживает. Люди едут и идут пешком долгие дни, чтобы добраться до Пури. Для многих паломников попасть в этот город — это мечта всей их жизни. Радха-Ятра — праздник колесниц. Они приехали на Радха-Ятра, праздник колесниц. Кажется, дождь их совершенно не смущает. В стране с населением миллиард и двести миллионов человек — около трехсот миллионов богов. Эта колесница в центре праздника. На санскрите она называется Радха. Люди приезжают сюда, чтобы принять участие в шествии этой колесницы. У нее 16 колес, диаметром по 3 метра. Это символ бесконечного цикла существования и небытия, что управляет космосом. Одно касание колесницы равно годам эстетизма. Они воспринимают жизнь как один миг, когда колесо, вращаясь, касается земли. Что породило подобную философию? Школа Веды, Варанаси, Индия. Это школа-интернат, где весь класс живет и учится вместе. Эта школа исключительно для детей из касты брахманов. В Индии существует система каст — строгая классовая система. Брахманы — это священники, высший класс общества. Эта школа отличается от других еще и тем, что здесь нет учебников. Все знания передаются устно. Каждую крупицу знаний нужно запомнить. Размер и ритм придают красоту и простоту древним текстам. Они превращаются в стихи. Математики тоже обучают через поэзию. Это Адхарва Веда, один из священных текстов, обучающих математике. Даже математические задачи изложены здесь в стихотворной форме. Было двое влюбленных. Когда они занимались любовью, на женщине порвалось жемчужное жерелье. Треть жемчужин упала на землю. Пятая часть — на постель. Шестая часть — на женщину. Десятая часть — на ее любовника. А шесть жемчужин остались на нитке. Сколько всего жемчужин было в ожерелье? Британский музей, Лондон. В других цивилизациях того времени все было по-другому. Есть очень древняя книга с математическими задачами. Папирус Ахмеса. 1600 год до н.э. На папирусе записаны математические задачи, имевшие практическое применение в Древнем Египте. В тексте цифры, которые тогда использовали. Один. Два. Три. Каждая дополнительная палочка обозначала следующее число. Для больших чисел использовали новые обозначения. Лотос обозначал тысячу, а веревка — сто. И, наконец, две маленькие палочки обозначали два. Получилось число 2302. Оно остается прежним независимо от последовательности. Ельский университет, штат Коннектикут, США. Египтяне записывали числа на папирусе, а другая цивилизация выбивала их на глиняных табличках. Улла Карстен, Ельский университет. Обе эти таблички относятся к эпохе Древнего Вавилонского царства. Теперь это Южный Ирак. А в те времена это было частью Месопотамии. Они примерно от 1800-1700 года до н.э. Это еще одна книга с математическими задачами. Эти числа напоминают клинья, поэтому их и назвали «клинопись». Кунеус по латыни «клин». Я напишу цифру 5. Как это? Теперь напишу число 15. И теперь я напишу цифру 2. А ниже я напишу число 17. Отлично. 1 2 3 В Вавилоне каждый дополнительный клинышек также создавал следующее число. Варанаси, Индия Как же выглядят числа в этой стране, где знания передаются устно? Как же они записывают большие числа? Это делается с помощью девяти цифр. 9 439 Они используют те же цифры для каждой отдельной позиции. В этой стране поэзии, где всю информацию нужно запоминать, самая важная скорость и удобство. Красота также важна. Читая число 9439, они прибавляют значение к каждой цифре. 9 Сахасра 4 Сиата 3 Даша 9 Но этот метод чтения чисел недостаточно эффективен. 3 9 8 3 Они начинают читать числа без значений, почти так, как мы читаем номера телефона. Но вскоре возникла проблема. Нужно было читать числа, где присутствовал ноль. И они стали читать их с паузами. 6 3 7 2 6 3 7 2 6 3 7 2 6 3 7 2 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 18 19 20 21 21 21 22 властители вселенной. Появляется Джаганадха, индуистский бог вселенной. Бог не сидит на пьедестале в одиночестве. Наоборот, его всегда можно найти среди людей. Они сажают темнолицего бога в колесницу. Вместе с братьями и сестрами Джаганадха один раз в год ездит в свою летнюю резиденцию. Это не просто праздник. Это часть жизни. Часть общественного подсознания, укоренившегося тысячелетия назад. Только брахманам можно ездить на колесницах. Пункты назначения храм, где когда-то обитали три бога. Люди борются за возможность тащить колесницу. Они начинают движение, и огромные колеса вращаются, как космос, в своем движении от существования к небытию, а затем от небытия к существованию. Понятия начала и конца не существует. Космос повторяет бесконечный цикл рождения и смерти. У колес колесницы также нет ни начала, ни конца. Они бесконечно вращаются по дороге жизни. Таким образом, эти люди смиряются с бесконечными проблемами и испытаниями, ведь это жизнь. Сунья или ноль. Называйте, как хотите. Но для этих людей это бесконечный цикл Вселенной. Именно это и осознают паломники, следуя за колесницей. Один математик осознал значение нуля. Чарльз Сейфи, профессор Нью-Йоркского университета. Индийские математики задались вопросом, как делать расчеты с этим нулем, воплощением ничто. Во многих восточных культурах идея ничто, идея объятия пустоты. Это что-то, над чем надо работать, а не то, что следует отрицать. Думаю, философское объятие пустоты на Востоке помогло математикам понять, что ничто, ноль, на самом деле имеет значение. Что это математическая концепция, с которой можно работать и использовать. Что такое ничто в глазах математика? Ничто существует? Сунья, ответ индусов на этот вопрос. Ноль — это число, где встречается существование и небытие. Ноль примирил эти парадоксальные концепции, которые казались полярно противоположными. Если признать ничто, Сунья становится числом. Брахмагупта. Года жизни 598-665. Брахмагупта использовал ноль, как любое другое число. Он прибавлял и вычитал его. Он использовал ноль в своих расчетах. Имущество человека, добавленное к его долгу, равно нулю. Если добавить ноль к имуществу человека, получится имущество человека. Если вычесть имущество человека из имущества человека, получится ноль. Использование нуля стало важнейшим новшеством в математике. Давайте посмотрим на ноль в действии. Помните вопрос о жемчужинах из Ахтарва-Веды? В принципе, это уравнение. Количество потерянных жемчужин — х. Значит, количество всех собранных вместе жемчужин равно х. Решив это уравнение, мы вычислим количество. Но уравнение невозможно решить, не используя ноль. Потому что без нуля замена переменных была бы невозможна. Всего 30 жемчужин. Ноль делает уравнение полным. Числа кажутся прозаичными. Они кажутся скучными и обыкновенными. Но они наполнены религией и философией. Все индусы должны хоть раз в жизни омыться в этой реке. В глубокой философии, что стоит за нулем, можно найти чувство священного поклонения. И ноль отправляется в далекое путешествие со своей родиной Индии по всему миру. Из Индии он путешествует через Аравию и прибывает в Европу. В те времена на большей части Европы правила Римская церковь. В ту эпоху они использовали совершенно иные цифры, чем в Индии. Для обозначения цифр употребляли буквы. Это число 1612. Для каждой отдельной позиции использовались различные буквы. Но в конце 10 века это никого не беспокоило. Тогда европейцы еще не знали о существовании нуля. Этот молодой монах чувствует вину. Его глубоко заинтересовали исламская наука и культура. Каждую ночь он изучает таинственные тексты, что ему дали арабские купцы. Среди них есть книга, написанная индийским математиком и переведенная арабами. Буквы выглядят очень странно. Это 9 цифр и 0, которые мы привыкли называть арабскими цифрами. Позже Герберт Орельякский, которого также интересовала наука и культура язычников, стал 139-м папой. Латеранская базилика, Рим, Италия. Это древнейший собор в Риме. Католики почитают эту церковь как мать всех соборов в мире. Она полна образов святых, которые защищали церковь и ее теологические учения. Ноль так долго не приживался на Западе, потому что христианская религия не признавала концепцию небытия. В одном из уголков церкви похоронен Герберт Орельякский, позже известный как Папа Сильвестр II. Во время его понтификата было множество скандалов из-за его любви к арабским цифрам. Даже после его смерти люди хотели раскопать его могилу из-за противоречий. После смерти Сильвестра II ходили разные слухи о его общении с демонами и о том, что это проклятый Папа, на которого влиял Сатана. Я думаю, этому способствовала идея, что арабские цифры, эти странные символы, передал Папе сам Сатана. Возникло сильнейшее религиозное неприятие всех этих знаний, которые могли подтолкнуть Запад вперед гораздо раньше. Герберт использовал арабские цифры, чтобы создать счеты. Счеты той эпохи было неимоверно сложно использовать. И они были совсем не популярны. Счеты использовали так. Давайте наберем 984. Цифру каждой позиции обозначали тем же количеством камней. А с арабскими цифрами был нужен лишь один камень. Это было гораздо удобнее. Но на этом и заканчивалось использование арабских цифр и нуля. Возможно, из-за религиозного неприятия Герберт больше никак не применял арабские цифры. Людям нравится падающая Пизанская башня. Теперь это главная достопримечательность города. Но были времена, когда Пиза была богатым торговым центром. В 13-м веке один человек в этом городе заинтересовался арабскими цифрами. Его звали Леонардо Фибоначчи. Леонардо Фибоначчи. Годы жизни 1170-1250. Так как Пиза находилась вблизи морских торговых путей, город с ранних времен служил перевалочным пунктом. До Северной Африки можно было добраться через 2-3 дня морского путешествия. Фибоначчи с юных лет путешествовал со своим отцом-торговцем. Северная Африка. Климат здесь похож на пизанский, но люди совершенно другие. Большинство из них мусульмане. Так было и во времена Фибоначчи. Они использовали ноль и арабские цифры. Но их тоже приняли не сразу. Тут отлично оперировали и римскими цифрами. Считать было можно. Римские цифры легко складывались. Нужно было лишь составить буквы вместе. Вычитать тоже было легко. Не было причин использовать что-то новое. Но в глазах торговца, который разбирался в цифрах, арабские цифры представляли новые возможности. Этим человеком был Фибоначчи. Он понял, что арабские цифры способны на то, на что не способны римские. Он решил всесторонне расширить арабские цифры. Этой книге 800 лет. Книга Абака, Фибоначчи. Книга Абака была книгой по арифметике. Арабские цифры появлялись, стоило лишь перевернуть страницу. Тут цифры от 1 до 9 и 0. Арабскими цифрами можно было обозначить любое число, независимо от того, каким бы большим оно ни было. И не было нужды придумывать новые буквы. Тут есть и арифметические задачи. В отличие от римских цифр, сложные вычисления можно было производить точно и быстро. Это была революция в математике. Книга Абака медленно распространялась по Европе. Из-за того, что печатание только зарождалось, а сама книга была необычайно трудна. Старейший в мире банк расположен в самом сердце Сиены. Банк Монте-де-Паски-де-Сиена. Основан в 1472 году. Служащие этого банка также начали использовать арабские цифры. Они легко производили даже сложные вычисления. Но эти цифры были запрещены правительством Флоренции. Так началась борьба между счетами и арабскими цифрами. В те времена счетами пользовались лишь эксперты. Интеллектуалы той эпохи хотели остановить поток арабских цифр. Но торговцы хотели их использовать. И раз за этим стояли деньги, распространение арабских цифр было сложно остановить. Когда торговцы стали использовать эти цифры, они распространились через Германию и остальную Европу. И за несколько веков полностью вытеснили римскую нумерацию. Борьба между счетами и арабскими цифрами достигла кульминации. Жемчужины истины. Григор Рейш. Кульминация описана в этой книге. Ее использовали в качестве учебника в Германии 16 века. Женевьев Гиемино. Библиотекарь. Национальная библиотека Франции. Это энциклопезия для студентов. Краткое изложение всей информации, которая помогала студентам учиться. Книги 12 глав. И практически к каждой главе есть иллюстрации. Кармента, богиня, которая, по поверью, изобрела алфавит, направляет студентов в их путешествии к знаниям. Эта сцена описывает борьбу между счетами и арабскими цифрами. Представьте, что два математика используют разные числовые системы. В Европе горячо спорили о том, какая из них наиболее эффективна. Этот человек олицетворяет счеты и статус-кво, просуществовавший более 500 лет. А этот человек олицетворяет новую волну людей, которые считают, используя лишь лист бумаги и арабские цифры. Этот мужчина использует счеты камня, чтобы вычислить и записать ответы римскими цифрами. Как же он считает? 58 умножить на 123. Сначала он обозначает число 58. Одна кость для 50, еще одна для 5, и еще 3, чтобы обозначить цифру 3. Он умножает это на 100. Умножает на 10. Умножает на 100. Затем он умножает 50 на 20. Сначала умножает на 10, затем на 2. Затем он умножает все на 3. На этом вычисления закончены. Ответ 7134. И он записан римскими цифрами. Его оппонент, использующий арабские цифры, считает так. 58 умножить на 123. Сначала он умножает 8 на 3. Получается 24. Затем он запоминает 2 и записывает 4. Затем он умножает 8 на 2. И 5 на 3. 8 на 2 будет 16. 5 на 3 будет 15. Затем он добавляет 2 из предыдущего вычисления. Получается 33. Он запоминает одну тройку и записывает другую. И продолжает дальше таким же образом, пока вычисление не завершится. Ответ 7134. Тогда умножали не так, как сейчас. Так что представители Абаки и арабских цифр считали со сходной скоростью. Но история объявила арабские цифры победителями. Какова же причина? Арабские цифры, если знать, как ими пользоваться, более эффективны, чем нумерация старого стиля. Чтобы производить вычисления римскими цифрами, нужно было делать перевод. Выбрали римские цифры и использовали камни или бобы на счетной доске. И делали вычисления, а затем снова переводили их в римские цифры. И люди так считали долгие-долгие годы. Но торговцы узнали об арабских цифрах, с которыми можно было производить вычисления на бумаге, гораздо более эффективно, не передвигая камни. Прошло 800 долгих лет, пока арабские цифры окончательно не укоренились в Европе. Но только с изобретением печатного станка о них узнали и простые люди. Процесс подтолкнуло то, что подешевела бумага. Наконец, математика стала доступна каждому. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, два, три, четыре, пять. Мы называем их по-разному, но сегодня все используют арабские цифры. Мы производим одинаковые вычисления, используя различные языки. Это стало возможно только посредством математики. И это произошло не сразу. Понадобились поколения новаторов, чтобы сделать числа доступными для людей по всему миру. Ото, девять, пять, шесть, двадцать, двадцать, пять. Куда же еще приведут нас числа? День, шесть, четыре, пять, шесть, двадцать, 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 двадцать. Ахангер. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нужно начать от виселицы, дойти до дуба, развернуться на 90 градусов, пройти то же расстояние, что мы прошли и поставить флажок Затем мы должны вернуться к виселице, дойти до сосны, повернуть налево под прямым углом, пройти то же расстояние, что мы прошли и воткнуть еще один флажок Сокровище находится посередине между двумя флажками Что ж, начнем от виселицы Катастрофа Никакой виселицы нет Но рано сдаваться Без труда не выловишь и рыбку из пруда Мы можем кое-что использовать И это числа Сможем ли мы найти сокровище? Автор сценария Ким Миран Оператор Джон Джайхо Музыка Ли Ма Сионг Режиссер Ким Хионг Джан Числа Пять чисел, которые изменили мир Часть пятая Воображаемые числа Числа небес Королевский бельгийский институт естественных наук Бельгия – небольшое государство, расположенное в северо-восточной Европе Примечательно, что тут находится самая большая экспозиция динозавров в Европе В меловой период на Земле царили динозавры А теперь только эти кости напоминают об их существовании Но настоящая гордость этого музея где-то здесь Сокровище находится в маленьком выдвижном ящике Кость Ишанга найдена в Конго Предмет обнаружили в районе Ишанга Национального парка Верунга в Конго Это кости животного На ней небольшие насечки Предположительно, сделанные человеком Лоренс Камайер Королевский бельгийский институт естественных наук По данным последних исследований, этой кости 20 тысяч лет Это древнейший из известных артефактов, имеющий отношение к математике Мы еще никогда не находили что-то столь древнее Бракур, который обнаружил кость Заметил на ней насечки С одинаковыми промежутками между ними Давайте рассмотрим насечки на правом конце кости 3 6 Затем 4 И 8 Тут есть определенная схема Числа удваиваются Зачем люди сделали эти насечки 20 тысяч лет назад? Существует теория, что насечки использовали, чтобы считать рыбу, дни, звезды Или что-то еще, что могли считать в те времена Мы не знаем точно, что именно считали Но уверены, что насечки обозначают числа Кыргызстан Кыргызстан находится в самом сердце Центральной Азии И тут в основном гористая местность Расположенная в 3000 метрах над уровнем моря Эта земля с прохладным климатом идеальна для разведения овец Мы приехали сюда, чтобы найти источник чисел Бесчисленные поколения тиргизов были кочевниками Сейчас поздняя весна Пастухи собрали своих овец и гонят их в горы Овцы будут там пастись все лето Гони их туда Теперь пришло время везти овец обратно в загон Остается еще одна важная задача Пастухи должны пересчитать овец На всякий случай овец пересчитывают двое человек Это довольно сложно, когда овцы сбиваются в кучу Пастухи должны быть внимательны У них будут неприятности, если они допустят ошибку Солнце скоро сядет Когда овцы будут пересчитаны, землю окутает тьма Четыре овцы? Не хватает четырех? Может, снова пересчитаем? Это сложно, потому что считали двое Считай вслух Мне кажется, я мог ошибиться Но, думаю, не хватает Четырех овец Если пастухи потеряют хоть одну овцу Им придется возместить владельцам ее стоимость У пастухов с незапамятных времен были проблемы с пересчетом овец Как же пересчитывали отара в самом начале, когда люди только начали разводить скот? Одна толстая овца Один камень Один маленький барашек Один камень Один барашек с коричневой головой Один камень Музей Лувр Париж, Франция Это артефакты из тех мест, где люди впервые начали разводить овец Камни обнаружены в Сузах, Иран Они сделаны из глины и пустые внутри Три с половиной тысячи лет до нашей эры люди использовали эти кувшины, чтобы пересчитывать овец Снаружи написано имя владельца А эти камни символизируют скот Была ли овца толстой, маленькой или коричневой Всех пересчитывали, используя один камень Колин Макларти, профессор университет Кейс Вестерн Резерв Возможно, две толстые коровы и две худые сильно отличаются, но математики используют лишь цифру 2, чтобы обозначить пару Но это 2 не для всего на свете Платон считал, что это позволяет разуму открыться для более сложных понятий Если говорить о математическом выражении пары, это не две толстые коровы и не две тонкие, это просто 2 Толстый баран был один Как и один худой Возникли цифры Египетские числа и иероглифы 10 палочек равны одной подкове Значит, одна подкова это 10 И эти числа исходят от природы и поэтому называются натуральными числами Появлением чисел математика стала быстро развиваться Натуральных чисел было уже недостаточно С развитием цивилизации возникло деление Были нужны новые числа Папирус Ахмеса, 1600 г. до н.э. На древнем египетском папирусе записана математическая задача Здесь можно увидеть новые числа Это дроби Они делят натуральные числа на натуральные числа Половина Число, которое делит целое пополам Треть Число, которое делит целое на три Посредством дробей люди могли делить числа Но числа обнаружили или создали? Здесь начинается следующая часть нашего путешествия в поисках чисел В ту эпоху математика и философия были тесно связаны друг с другом Афина, Греция 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 – духовный дом всех математиков Здесь были открыты самые основные принципы математики Философы также дорожили этим местом Математики и философы появились в Греции примерно в одно и то же время Седрик Виллани, директор института Анри Пуанкаре Они помогали понять мир В Греции В Греции встретились многие культуры и они контактировали с различными цивилизациями В Греции В Греции Греции были исследователями и искателями приключений Любили историю и дебаты Они были моряками, торговцами и солдатами И находились в центре культурного обмена Греции создали философию и математику Как пути поиска истины Здесь собирались люди различных культур, языков и цивилизаций Каждый кричал и стремился доказать, что делать нужно так, как он говорит Греческие интеллектуалы создали принципы урегулирования этих споров Об этих основах можно прочесть в этой книге «Начало. Эвклид» Это самая монументальная работа по математике Греки учили искать истину, устанавливая основные законы Но чтобы достигнуть цели, можно было пользоваться лишь линейкой и циркулем Эту задачу можно решить, пользуясь только линейкой и циркулем Как разделить угол на две равные части? Чертим окружность Сначала вокруг угла рисуют окружность Создаются две точки Затем рисуют еще две окружности Если нарисовать линию через точки пересечения, угол можно разделить пополам Тем же методом угол можно разделить на четыре И даже на восемь частей Но его нельзя было разделить на три части Греки пытались решить эту проблему Это был путь, конца которому не было видно Хотя практической надобности в таком методе не было, греки продолжали искать решение В ту эпоху истина была важнее всего Давным-давно греки создали себе тюрьму Никто не мог избежать этой тюрьмы Внутри были заточены три геометрические задачи Первая, как разделить угол на три части Вторая, началась со смертельной болезни, которую Аполлон наслал на Афины Храм Аполлона, Дельфы, Греция Агамемнон украл дочь жреца храма Аполлона И жрец взмолился Аполлону В ярости Аполлон наслал на Афины болезнь Эта зараза уморила четверть всех жителей Афин В отчаянии Афиняне взмолились Аполлону и получили пророчество Алтарь Аполлона Они должны были увеличить алтарь ровно в два раза, не меняя его формы И тогда болезнь покинет Афин Жители Афин удвоили длину и ширину алтаря Но таким образом алтарь увеличился в восемь раз Был другой, более простой способ Чтобы увеличить алтарь в два раза, они должны были удвоить его объем Но греки никогда не искали легких путей Конечно, они могли удвоить объем и создать куб Это можно сделать, измерив объем воды Но этот метод был несовершенен для измерения объема А греки всегда искали точность и истину Они должны были вычислить объем Лишь при помощи геометрии Они должны были это сделать, используя лишь линейку и циркуль В сжатом мире линейки и циркуля греки сделали неожиданное открытие Этот мужчина размышляет над прямоугольным треугольником, катеты которого равны единице Кажется, он не может найти длину гипотенузы Гиппос Философ-пифагорец не мог этого понять Единицы, разделенные пополам, это 0,5 Это точный ответ Единицы, деленные на 3, это 0,3, 0,00 и т.д. Это бесконечная дробь Но это число корень из 2 Это число нерациональное и не циклическое число Его нельзя представить в виде натурального числа или дроби Это иррациональное число Навязчивый мир линейки и циркуля привел к открытию иррациональных чисел Милан, Италия Милан 16-го столетия Сейчас это оживленный торговый город Тут множество амбициозных людей Вот создано новое число В то время были в моде интеллектуальные соревнования Победитель получал славу, деньги и пожизненное звание профессора Для конкурсантов это была борьба не на жизнь, а на смерть На конкурсе решали уравнение Уравнение подобное игре в конструктор Ответ находят, прибавляя или вычитая блоки Есть квадрат с неизвестной площадью Это квадратное уравнение Есть две полосы одинаковой длины Если сложить эти числа, ответ 24 Что же такое х? Длина стороны квадрата Мы добавляем квадрату две полосы Затем добавляем в пустое место еще один блок Площадь 25 Каждая сторона равна 5 Так что сторона первоначального квадрата 4 Х равен 4 Квадратные уравнения имеют отношение к площади Тогда как кубические уравнения Это такие уравнения, где х умножают на 3 Уравнение становится трехмерным Фиоры и Тартали обменялись задачами за месяц до конкурса Сегодня они проверят ответы В то время было три вида кубических уравнений Конкурсанты должны были решить 30 уравнений Каждый из них должен был знать ответы тех уравнений, что он дал сопернику Надеясь на то, что тому не повезет Это уравнения Фиоры Они состоят только из кубов и линий Тарталья знал все ответы Но его уравнения содержали кубы, площади и линии Фиоры не смог их решить Он не решил ни одного уравнения А его соперник решил все 30 задач Результат был 30-0 В мире, где уравнения могли принести славу и богатство, имя Тартали стало широко известно Люди приходили к нему, чтобы изучать математику Среди них был и Кардано, врач Кардано лечил кардинала Шотландии, человека, который страдал хронической астмой Он был талантливым врачом и первым составил клиническую картину Тифа Этот человек преуспел в азартных играх и его метод подхода к болезни отличался от других Прежде чем приступить к лечению, он сначала исследовал причину недуга Причина была в подушках Он обнаружил источник аллергии Он добивался того, чего не могли другие У него были прекрасные способности к математике Он также был и очень настойчивым и выведал, как Тарталья выиграл конкурс Он был крайне амбициозен Библиотека древних книг Вурсина, Сицилия, Италия Великое искусство Кардано Кардано собрал полный перечень всех уравнений в мире Уравнения Тартальи стали частью его книги Но остальное он должен был вычислить сам Решая эти уравнения, он встречался со странными числами Многие не обратили бы на это внимание, но не Кардано Это задача из 37-й главы, главы об отрицательных числах Какие два числа при сложении дают в сумме 10, а при умножении 40? Вот числа, которые при сложении дают 10 Самые большие числа это 5 и 5 Но при умножении они дают лишь 25 Как же Кардано решил эту задачу? Кардано написал в своей книге, что она была такой необычной, что вызвала головную боль Но, несмотря на это, Кардано продолжал искать решение задачи Что если это не 5 умноженное на 5? Он прибавляет х к 5 А затем вычитает х из другой пятерки В результате умножение этих двух чисел получается 40 При решении этого уравнения Квадрат х равен минус 15 Число, квадрат которого отрицательный Тем не менее, Кардано записал это число Выглядит очень странно, правда? Квадрат с площадью 15 Квадрат с площадью 15 имеет стороны равные корню из 15 Но площади минус 15 не существует И все же Кардано произвел вычисление Корень из минус 15 Насколько большим или маленьким может быть это число? Давайте выразим его, используя современное представление чисел Внутри корня есть минус 1 Вот корень отрицательной единицы Это воображаемое число Человек, пришедший за сокровищем на летающий остров в отчаянии Так как не может найти виселицу Затем он подумал о числе Это воображаемое число Но где же его найти? Это натуральные числа Между ними расположены дроби Также есть и рациональные числа Например, корень из двух Ноль расположен посередине А слева от него отрицательные числа Где же воображаемые числа? Прошло 300 лет Геттинген, Германия Человек, живший в этом старом университетском городе Нашел эти числа Здесь с 1808 по 1816 годы жил Карл Фридрих Гаусс Обсерватория Гаусса 200 лет назад тут была обсерватория К тому времени, когда Гаусс стал ее директором Он уже был знаменит Это случилось благодаря точному предсказанию момента появления карликовой планеты Церрера Сэмюэль Джеймс Петерсон, профессор, университет Геттингена Гаусс был директором этой обсерватории Он наблюдал за небом через этот самый телескоп С его помощью ученому удавалось наблюдать за карликовыми планетами и другими небесными телами Гаусс смог дать точное предсказание планете во многом благодаря своим математическим способностям Хотя он и был директором обсерватории на протяжении 50 лет, он был одним из величайших математиков всех времен Дни напролет 19-летний сын бедного каменщика размышлял над одним многоугольником Метод построения правильного многоугольника с 17 гранями Описание процесса работы над построением правильного 17-угольника до сих пор можно найти в его записях Иоанн Стюарт, профессор Уоригский университет Он нашел способ геометрического построения правильного 17-угольника с помощью линейки и циркуля Греки этого не умели Никто не думал, что такое возможно Гаусс нашел способ это сделать, и это убедило его в том, что он должен стать математиком Давайте начертим квадрат, используя лишь линейку и циркуль Сначала начертим две перпендикулярные линии Затем строим две дуги одинаковой длины, используя точки пересечения окружности и перпендикулярных линий Теперь чертим еще одну линию через точки пересечения Соединив эти четыре точки, мы построили квадрат Таким же образом можно строить правильные треугольники и пятиугольники Но долгие годы никто не знал, как построить правильный семнадцатиугольник Это была очень сложная задача, как и деление угла на три части и удвоение размеров алтаря Но Гаусс был аккуратным, методичным и упорным человеком Для решения этой задачи у него казался идеальный характер Почему так сложно построить правильный семнадцатиугольник? Сначала представим эту задачу в виде уравнения Сначала квадрат Х в четвертой степени равен одному В правильном семнадцатиугольнике х в семнадцатой степени равен одному Давайте повнимательнее изучим это уравнение Какая структура делает это возможным? Если все верно, потому что семнадцать это простое число А если вычесть из него один, получится шестнадцать А это два в четвертой степени Два умножить на два умножить на два умножить на два Если взять цифры, начерченные с помощью линейки и циркуля И перевести их в алгебру Вы увидите, что все это относится к решению квадратных уравнений Где нужно извлекать квадратные корни Семнадцать это сумма одного из шестнадцати Шестнадцать это два в четвертой степени Так что при создании многоугольника с помощью линейки и циркуля Линейные уравнения это линии, а квадратные уравнения это окружность Иными словами, правильный семнадцатиугольник можно построить Это позволило решить проблемы деления угла на три части и удвоения размеров алтаря В обоих случаях нужны кубические уравнения, но они не могут быть преобразованы в задачи линий и окружностей А что еще важнее, оба уравнения требуют использования таинственных воображаемых чисел Роджер Пенроуз, профессор Оксфордский университет Теперь мы называем их воображаемыми числами Раньше мы их так называли, потому что люди думали, что их не существуют, а они были своего рода изобретением А потом ты к ним привыкаешь и понимаешь, что они играют важную роль в математике Сколько яблок в i количестве яблок? Сколько соли в i граммах соли? Куда ведет i количество ступеней? Чтобы быть понятными, числа должны быть осязаемыми Положительные числа, отрицательные числа и ноль Где же воображаемые числа? Гаусс раздвинул рамки Гаусс думал о плоскостях Там можно найти все числа в мире Вот одна точка на плоскости 1 плюс 4i Это сложное число Оно состоит из реального числа и воображаемого Плоскость можно использовать, чтобы складывать, вычитать, умножать и делить Давайте умножим i на это число Умножение выполняется путем поворота на нужный угол Умножение выполняется путем поворота на нужный угол i, умноженное на i, это отрицательное число Теперь давайте найдем сокровище Сначала нужно пройти от виселицы к дубу Повернуть под прямым углом А затем, пройдя то же расстояние, мы втыкаем флажок Теперь мы должны идти от виселицы к сосне Повернуть налево под прямым углом Пройти то же расстояние и воткнуть флажок Сокровище находится посередине между двумя флажками К сожалению, тут нет виселицы Но эту задачу можно решить с помощью воображаемых чисел Сначала начертим линию Сосна это один, а дуб это минус один Теперь начертим ось Затем возьмем любую точку плоскости и будем считать ее виселицей Мы идем от виселицы к дубу Затем проходим то же расстояние Теперь развернем линию так, чтобы образовался прямой угол Это то же, что и умножение отрицательной i Теперь воткнем флажок Сделаем то же самое с правой стороны Сокровище должно быть между двумя флажками Если мы сложим эти числа и разделим на два, останется только i Числа, не существующие в реальном мире, могут указать нам, куда идти Они привели нас в совершенно неожиданный мир Эту задачу создал Георгий Гамов Один из первых сторонников теории большого взрыва Он хотел познать истинную природу воображаемых чисел Гаусс привел нас в новую сферу чисел Теперь мы можем найти решение всех уравнений, используя сложные числа Вселенную не объясните без воображаемых чисел Пенроуз использовал воображаемые числа, чтобы создать теорию сингулярности, которая объясняет зарождение Вселенной Почему миром правит математика? Мы это видим, и до какой степени она правит миром? Если хотите, это написано на языке математики Если вы хотите записать нечто фундаментальное физики, придется использовать математические теории, математические обозначения, формулы, теоремы и так далее Вам никуда не продвинуться, не изучив основы того, что правит миром Вам нужна математика Закончится ли наше путешествие на сложных числах? Или нас ждет какое-то совершенно новое число? Нам остается лишь идти вперед Нам остается лишь идти вперед Субтитры создавал DimaTorzok 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 Фильм озвучен по заказу CLS Media в 2017 году